Здравствуйте! Вы со мной на вашем любимом канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Далеко не каждый стремится к полному уединению, однако некоторые люди желают именно этого. Они смогли осуществить свою мечту и построили дома в необычных местах. Да, так, что их практически невозможно отыскать. Вашему вниманию предлагаются дома, которые надежно скрыты от посторонних глаз. Первый в нашем списке это дом в земле США, Техас. Эту постройку не сразу заметишь среди красочной природы, однако дом так и есть. Он напоминает небольшую землянку, но в середине все довольно современно и уютно. Рядом даже есть небольшой бассейн. Второй дом под соснами, Канада, Британская, Колумбия. Небольшое бунгало под деревьями не сразу обнаружишь среди ландшафта. Интересная панировка и заросли моха на крыше помогают этому дому не отличаться от природы. Третье это постройки на крыше торгового центра, Китай, Хунань. Китай очень густонаселенный город, где трудно найти свободный кусочек земли. Поэтому люди выстроили свои дома прямо на торговом центре. Интересное решение, проблема. Четвертый домик в каньоне США, Юта. Красота каньона привлекает многих, однако не каждый бы захотел здесь жить. Чего не скажешь о супругах, которые мечтали о уединении. Они-то и построили свой дом здесь в 1986 году. Пятый дом Вальс, Швейцария, Вальс. Эта вилла в пещере стала местной достопримечательностью. А все дело в том, что власти не разрешали строить высокие дома. Мол, они испортят пейзаж. И решение было найдено. Шестой дом сегодня у нас это Клифф дом в Чили Кокимба. Эта постройка привлекает своей оригинальностью. Она похожа на подводную лодку. Домик необычен сам по себе. Но помимо этого, один из его уровней находится прямо под землей. Седьмой дом у нас сегодня в нашем списке это Шале на озере. Норвегия, Хордалам. Хозяева хотели, чтобы постройка сливалась с природой. Архитекторы успешно воплотили задумку в жизнь. Разглядеть дом среди ландшафта довольно трудно. Восьмой в списке у нас сегодня оазис в пустыне США, Калифорния. Домик и правда расположен в пустыне. По виду немного напоминает сухие листья и смотрится довольно странно. Девятый домик. Отель Миракуб. Швеция, Лапландия. Необычность этого отеля привлекает постояльцев. Его стены сделаны из стекла. Однако архитекторы позаботились о птицах. Они распознают постройку как препятствие. В каждом номере на дереве есть электрическое отопление и полы с подогревом. На данный момент в отеле открыты 4 комнаты. Площадь каждой комнаты варьируется от 15 до 30 квадратных метров. Все комнаты расположены на соснах. Попасть в комнату можно с помощью удобной лестницы. В 4 комнатах 2 кровати. В оставшихся 2 по 4 кровати. Это идеальный вариант для семьи. Все комнаты оборудованы туалетом и раковиной. И 10 дом в скале. Ливан, Бейрут. Говорили, что построить пентхаус в скале невозможно. Однако ливанские архитекторы доказали обратное. Теперь дом это фишки Бейрута. Еще одним необычным домом можно было бы назвать проект уединения клифов. Но это всего лишь красивая картинка, которую создал некий Алекс с помощью фотошопа. Несмотря на то, что похожие концепции можно найти у разных дизайнеров, архитектурные визуализации Алекса Хогрефи выдаются на их фоне невероятным реализмом и детальностью изображений. Для воплощения своих идей отеля на скалах Алекс смонтировал 50 различных фотографий ландшафта Исландии и одну, чтобы получить нужный рельеф. Кроме того, читатели блога Архитектора имеют возможность не только следить за процессом создания его грандиозных архитектурных идей, но и взглянуть на его проекты изнутри. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И конечно же ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик. Услышимся!